Это новый Mercedes-Benz S580 2021 года, и это новая версия знаменитого Mercedes S-класс. Это важные новости, потому что исторически S-класс задает стандарт люксовым седанам, и определенно это относится к его новой версии. Сегодня я буду ее обозревать. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите на автору, перейдя по ссылке, которую я оставил в описании. Итак, давайте поговорим про S-класс. В Европе последний S-класс находится в продаже уже около года, но в Северной Америке он впервые появился этим летом, и он довольно впечатляющий. В нем есть кое-какие замечательные новые функции и технологии. Прямо сейчас вы можете выбрать из двух версий. Есть S500 базового уровня с шестью цилиндрами и 430 лошадиными силами, либо вы можете подняться до этого S580 с турбированным V8, выдающим около 500 лошадиных сил. Цены на базовую версию S500 начинаются где-то от 110 тысяч долларов, либо же добавив около 7 тысяч, вы можете взять S580. Полный привод теперь идет по стандарту во всех моделях S-класса, и хоть эта машина не заточена под характеристики, она все равно довольно быстрая. Этот S580 разгонится до сотни где-то за 4,4 секунды, но все же роскошь – это главное предназначение этой машины. И S-классы всегда невероятно роскошны, а новый S-класс особенно впечатляющий. В нем есть кое-какие удивительные новые функции и технологии, с которыми S-класс вновь становится лучшим среди других люксовых седанов. Даже лучше таких соперников, как новые Audi A8, 7-я серия от BMW и других. Сегодня я буду обозревать новый S-класс и покажу вам все, что в нем есть крутого. Сначала я проведу для вас подробную экскурсию по этому S580, покажу вам все его фишки и особенности, затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом оценю его по шкале Дага. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности нового S-класса, рассказав про его, пожалуй, самую лучшую особенность – про его салон. Он совершенно прекрасен. Садитесь в эту машину и попадаете в фантастически прекрасный современный салон с прекрасной отделкой, материалами, поверхностями, всюду, куда ни посмотри. Это в самом деле очень особенная тачка. Все исполнено на очень высоком уровне и невероятно высококлассно. Наверное, как все и ожидают от модели S-класс, но это в самом деле прекрасный салон, и это первое, что замечаешься внутрь. Другая вещь, которую сразу замечаешь, по крайней мере, вечером – «Амбиентная подсветка». Она есть по всему этому салону. Как видите, буквально каждая поверхность освещается амбиентной подсветкой, задающей настроение в этой машине. Как вы можете видеть, еще ее можно настраивать. Вы можете сменять цвет, а также можете выбирать разные темы. Например, вот это закат Малибу. И, как видите, он представляет из себя такие пляжные цвета заката. Теперь эти цвета есть на всех панелях с амбиентной подсветкой, на торпедо-дверных панелях, всюду, где только можно. И на самом деле эти цвета сменяются. Если посмотреть внимательнее, вы заметите, как все эти цвета медленно и грациозно сменяются, создавая настроение заката Малибу, пока вы сидите в машине с включенной амбиентной подсветкой. Амбиентная подсветка прямо-таки до смешного охватывает всю эту машину. Конечно, ее можно выключить или сделать какой-нибудь темной синей, чтобы она была незаметна. Но также вы можете и сойти с ума, превратив ее в важный компонент машины во время вечернего вождения. Она не так отвлекает, как вы могли подумать. Это довольно крутой фокус, который вы можете продемонстрировать пассажирам. Но в любом случае, далее еще одна важная вещь, которую замечаешь, забравшись в эту машину, вдобавок к качеству салона, этот гигантский центральный экран. Это последняя версия мультимедийной системы Mercedes-Benz MBUX. Теперь это здоровый центральный экран. Прошлую версию MBUX я называл своей самой любимой мультимедийной системой в любой из машин в продаже на сегодняшний день, а теперь у нас есть улучшенная, обновленная и более изысканная версия той системы. И в этой версии MBUX есть кое-какие характерные преимущества. Главная из них, пожалуй, величина. В прошлых версиях был экран поменьше, а этот значительно крупнее, что означает, что на нем можно разместить больше всякого, а также, что там можно сделать все покрупнее, чтобы все было лучше видно, и пользоваться этой системой стало проще. Один недостаток, на который укажут некоторые люди, здесь больше нет физических настоящих кнопок климат-контроля. Во многих машинах, которые перешли на экраны больших размеров, есть физические регуляторы климат-контроля, потому что многие предпочитают, чтобы было так, но здесь не так. С учетом этого, регуляторы климат-контроля находятся в новой мультимедийной системе, и они всегда на одном месте зафиксированы у основания экрана. Они всегда там, в каком бы вы ни были меню, регуляторы климат-контроля всегда будут оставаться там внизу. Но теперь здесь нет физических кнопок климат-контроля. Все они перенесены на этот экран. Честно говоря, делать так просто-напросто дешевле для автопроизводителей. А еще можно сказать, что так будет проще, поскольку раз все расположено на экране, вам не придется разбираться и искать нужную кнопку. Еще один интересный недостаток новой системы MBUX, в середине больше нет тачпада. Раньше вы могли управлять MBUX либо тачскрином, либо на руле, либо с центрального тачпада. Но теперь от тачпада отказались в пользу более крупного экрана. Честно говоря, не думаю, что кому-то его будет не хватать. Думаю, что большинство людей пользуются тачскрином, особенно учитывая, насколько он теперь больше и ближе к пассажиру и водителю. Но, в общем, стоит отметить, что тачпада здесь больше нет. Но это были все недостатки новой MBUX. В остальном она просто фантастическая. Это домашний экран. Как видите, он разделен на несколько частей. Сверху находится карта навигации. Если на нее нажать, она увеличится, и так будет проще настроить навигацию. Под навигацией, как бы в центре, находятся кое-какие регуляторы. Через них можно прокрутиться, и там можно изменить всевозможные настройки. Радио, навигацию, настройки машины. Очень большой экран. Очень интуитивный. MBUX отличная. Но это был лишь поверхностный обзор новой MBUX. А теперь давайте поговорим про кое-какие удивительные новые фишки и особенности последнего S-класса. Я начну с настроек сидения, а именно с поддержки поясницы. Во многих машинах сбоку на сидении есть небольшая крутилка плюс-минус. Нажимаете, поддержки становятся больше или меньше. В этой машине вам надо перейти в экран и, перемещая небольшую точку, максимально точно настроить уровень поддержки поясницы, который вам нужен. Сидение моментально реагирует на ваши касания, принимая заданную вами форму. Если у вас проблемы с поясницей, то это очень круто. Вы можете настроить поддержку поясницы точно так, как вам надо. И далее зацените функцию под названием автоматическая настройка сидения. Переходите сюда и вводите свой рост. И затем машина автоматически приведет сидение и рулевое колесо в то положение, какое посчитает нужным для максимального комфорта во время вождения. Вам больше не обязательно настраивать сидение самим. Машина сделает это за вас, если вы того желаете. Конечно, вы можете и сами, но, может быть, лучше и автоматизировать этот процесс. Ведь эта машина знает, что вам надо. И далее зацените вот это. Здесь есть встроенный видеорегистратор. Я в самом деле считаю, что эта функция должна быть во всех машинах. В наши дни в них всегда есть много камер. Почему бы не использовать одну из них как видеорегистратор? Это может быть очень полезно в случае аварии, чтобы разобраться, кто виноват или еще что. В этой машине он есть. Можете его включить и настроить на запись всех ваших поездок. Так у вас будет защита на случай, если кто-то у вас врежется и скажет, что это вы на красный проехали или еще что. Все будет у вас на камере. И далее еще одна приятная небольшая особенность этой мультимедийной системы. Ввод пункта назначения в навигации довольно простой. Поскольку вы можете просто написать, куда вам надо, вместо того, чтобы печатать на маленькой клавиатуре. Можете буквально написать слово целиком, и машина его распознает. Неважно, насколько красиво у вас получится, она отлично все распознает. Можете быстренько все написать, и машина направит вас куда надо. Это намного проще, чем печатать на экране, что не особо удобно. Довольно крутая функция. И далее еще одна крутая функция MBUX, называется предупреждение о столкновении. Если это включить, и машина ударит, пока она запаркована, все камеры начнут снимать происходящее вокруг. Поэтому, вернувшись в машину и обнаружив повреждение, если предупреждение о столкновении было включено, у вас будут изображения того, кто ударил машину. Так будет проще найти этого человека, потребовать у него денег по страховке, или еще что. Поскольку тут всюду камеры, и это довольно-таки круто. И далее еще одна интересная фишка этой мультимедийной системы. Выборочность голосового ассистента. Ладно, зацените. Вот вы в машине, можете ее попросить что-то сделать. Можете сказать, что вам холодно, она поднимет температуру. Можете попросить сменить радиостанцию, не суть. В наши дни в машинах такое частенько встречается. Крутая штука в том, что вы можете выбрать команды с какого места она будет выполнять. Как видите, здесь можно отключить какие-то сиденья от голосовых команд. Таким образом, если, например, ваши дети будут пытаться давать ей команды, поднять температуру, например, а вы этого не хотите, можете отключить их место, и голосовой ассистент будет их игнорировать, при этом оставаясь включенным. Поэтому, если команду даст водитель, машина ее исполнит. То есть, вы можете продолжать пользоваться этой возможностью, отключив от нее пассажиров. И это довольно круто. И, конечно же, вот еще одна отличная функция в S-классе. Из вентоотверстий на вас будет дуть не только воздух, но также и аромат. Переходите в меню климата, и, как видите, там можно включить аромат. И если у вас включен климат-контроль, то он повеет ароматом через свои дефлекторы, создав в салоне определенную атмосферу. И это довольно-таки круто. К сожалению, в этой машине аромата нет. Чтобы его добавить, надо забраться в бардачок и в это местечко установить флакончик. Такой можно купить в сервисном центре BMW, они там такие продают. Дилеры Мерседес продают флакончики с духами. Но вставляете его туда, и какой бы аромат вы не выбрали, им повеет через дефлекторы, если ваш климат-контроль включен. Поэтому в салоне будет хорошо пахнуть. Но в любом случае, переходим чуть ниже от этого центрального экрана. Как видите, под ним находится ряд из настоящих физических кнопок. Здесь можно управлять некоторыми другими вещами. Одна из них — это система камеры. Это фантастика. Наконец-то в Мерседес-Бенц есть этот обзор на 360 градусов, какой уже несколько лет есть в BMW. По сути, можете посмотреть на машину со стороны. Довольно круто, как будто бы машину снимают с квадрокоптера. Это крутая функция. Также мне нравится, что при виде сверху вокруг машины будет очерчено такое вот силовое поле. И когда вы будете приближаться к объекту, это поле будет гнуться, демонстрируя точное расположение этого объекта. Оно сменит цвет, и по мере приближения будет становиться ярче и более пугающим. Это тоже довольно крутая функция. Так будет намного проще понять, как близко вы к препятствию. Машина большая, и с такими штуками в тесных местах вам будет проще. Но в любом случае, переходим обратно к этой полосе кнопок под центральным экраном. Большая часть из них говорит сама за себя. Слева находится селектор режимов езды. Можете с его помощью выбрать комфорт, спорт и прочее. Справа находится регулятор громкости. Чтобы прибавить, надо провести пальцем вправо, и влево, чтобы убавить. Само собой, также там находится кнопка включения и мьют. Также там есть аварийка и кнопка с изображением машины. Нажмите на нее, чтобы настроить разные системы безопасности. Можете их включить или выключить, в зависимости от предпочтений. Такая вот полоса кнопок под центральным экраном. И далее переходим к следующему экрану этой машины. В новом S-классе доступно до пяти экранов, но этот оснащен умеренно. Хотя в нем все же есть экран приборной панели, как и в каждом из них. И это довольно крутая приборная панель. Во-первых, вы можете поменять тему. Это полностью изменит внешний вид приборной панели. Например, сейчас это стандартная тема, но можно выбрать эксклюзив, и она станет такой серой и люксовой. Либо же вы можете выбрать более спортивную тему. Как видите, приборка станет заточенной на характеристике, молодежной, крутой и агрессивной. Все это довольно круто. Также вы можете сделать так, чтобы там была только карта навигации. Если перед глазами вам нужна только карта, и вы не хотите отводить взгляд в сторону, чтобы посмотреть на центральный экран, это тоже хорошая функция. И в общем, круто, что экран приборной панели настолько настраиваемый. Стоит отметить, что в большинстве из вариантов приборной панели есть три секции, и на центральную из них также можно вывести разные показатели. Как видите, это разного рода информация, расход топлива, одометр поездки. Вы даже можете вывести туда карту навигации на случай, если вам нужна карта поменьше, а не на весь экран. Что также возможно. Так или иначе, экраны — это важная часть этой машины. Вся ее суть в технологиях. Но в этом салоне есть и множество других фишек и особенностей, стоящих упоминание. Начнем рядом с рулевым колесом, на котором есть множество разных кнопок. И слева, и справа, как видите. Но если на них взглянуть, то они довольно понятны. Слева в основном находятся кнопки круиз-контроля, с ними довольно легко разобраться. Но в самом верхнем ряду находятся кнопки для управления экрана приборной панели. Справа в основном регуляторы радио и телефона, и верхний ряд управляет центральным экраном. Гигантским экраном MBUX в середине. Стоит отметить один интересный регулятор на руле. Громкость — это не колесико или отдельные кнопки. Это слайдер. Проведите по нему пальцем вверх или вниз, чтобы прибавить или убавить громкости. Он работает так же, как и слайдер в середине. Мерседеса оставили вам только такой способ. Никаких крутилок и колесиков, как в прошлых моделях, больше нет. Далее еще одна безумная фишка. Ситуация с дефлекторами климат-контроля. Здесь 8 отдельных дефлекторов для передних пассажиров, только на торпедо. Как видите, вот 4 по центру и еще 2 с каждой стороны. 2 для водителя и 2 для пассажира. Всего 8 дефлекторов. Существенное количество. Но это и довольно существенная машина. Вот еще одна интересная вещь с дефлекторами. Здесь нет небольшого колесика, чтобы их открыть или закрыть. Для этого тут кнопка, на которой отражен уровень подачи воздуха. Чтобы увеличить или сократить поток воздуха через дефлекторы, надо нажимать на эту кнопку. Никаких олдскульных слайдеров, как это было раньше. И, кстати, зацените, что происходит при смене температуры системы климат-контроля. Амбиентная подсветка загорается в соответствии с произошедшими изменениями. Как видите, только что я сделал потеплее, и красные огоньки побежали в сторону пассажира, давая понять, что вы подняли температуру. То же самое и если сделать похолоднее. Вы будете наблюдать такие же, только синие огоньки. То же самое и с водительской стороны, и это просто круто. Амбиентная подсветка это в самом деле важная часть этой машины. Она способна на кое-какие крутые фокусы. Далее, несколько других интересных вещей, стоящих упоминание здесь. Одна из них — это регулировка зеркал. Здесь больше нет переключателей или крутилки, только вот этот электронный планшет. Вам надо просто выбрать, какое зеркало вы хотите настроить. Оно подсветится красным, и настраивается оно уже непосредственно нажатием на этот планшет. Судя по всему, таково будущее. Еще один футуристичный регулятор — тот, что управляет люком. Здесь больше нет переключателей, нажав на который можно открыть люк. Вам надо провести пальцем вдоль этой небольшой площадки, и тогда откроется люк. Или его шторка, смотря в какой они позиции, открыты или закрыты. Проводите пальцем, и люк открывается или закрывается. Опять-таки, в этой машине очень футуристичные органы управления. Мне лично нравятся все эти экраны и технологии. Я думаю, к этому идут все машины, и это круто. Одна штука, которая мне здесь не особо нравится — ручки, выходящие из рулевой колонки. Ручка поворотников в порядке, но, как видите, на ней довольно такой дешевый пластик. А что мне еще меньше нравится, так это рычаг переключений. Он хлипкий. Можно его чуть коснуться, и вот вы уже на передаче. Как будто бы вы дворник включаете. Думаю, что селектор передачи S-класса должен быть более значительным. Ведь это важная машина. Переключить такую на драйв — это важное дело. А таким хлипким пластиковым рычагом переключения они как бы сделали этот опыт более скучным. Это мне здесь не нравится. В любом случае, еще одна крутая функция, о которой я расскажу — это навигация с дополненной реальностью. Я уже показывал вам, как это работает в других моделях и прошлых версиях MBUX. На экране, как вы можете сейчас видеть, транслируется видео с камерой, и на этом изображении появляются направления, указывающие, куда вам ехать, чтобы вам было ясно, где поворачивать. Но в новом S-классе пошли на шаг дальше. Здесь есть проекционный дисплей с дополненной реальностью. Такие же стрелки с указаниями будут проецироваться на лобовое стекло, в поле вашего зрения, чтобы вам точно было ясно, где поворачивать. И, к сожалению, это опциональная функция, которой нет в этой машине. Но на этих изображениях вы можете посмотреть, как она работает. Довольно крутая функция. Я надеюсь показать вам ее в будущем, когда буду обозревать модели S-класса поновее. И далее мы перемещаемся на задний ряд нового S-класса. Как вы могли подумать, он великолепно роскошный. Во-первых, тут много места. Можете здесь сесть и расслабиться, пока вас куда-то везут. В этом заключается суть этой машины. По крайней мере, на некоторых рынках, где часто встречаются машины с шофером. В общем, можете хорошенько расслабиться и почилить в своем прелестном S-классе. Но на заднем ряду роскошь заходит намного дальше, чем только это. Во-первых, здесь есть множество шторок, которые вы можете поднять, если хотите полностью огородиться от окружающего мира. На дверной панели есть четыре отдельных переключателя. Два из них отвечают за окна. Но когда окна уже подняты, еще раз потяните за переключатель, и поднимется боковая шторка. Круто, что здесь есть шторка даже для вот этого небольшого окошка в углу на задней двери. Это хорошее внимание к деталям. Также тут есть кнопка для задней шторки. Тяните, и задняя шторка поднимается, опять-таки, ограничивая вашу связь с окружающим миром и солнцем. Также в этой машине два люка. Один спереди, другой сзади. И последняя кнопка на дверной панели поднимает или опускает шторку на заднем люке. Задний люк в этой машине не открывается, только передний, задний зафиксирован, но можете открыть или закрыть его шторку, смотря, нужен ли вам тут свет, или вы хотите понежиться в одиночестве на заднем ряду своего S-класса. Далее вент отверстия сзади. Это тоже своего рода главная тема. Их здесь четыре, только посередине. Очевидно, наверняка есть еще несколько для ног. Те два, что в центре, довольно маленькие и управляются такими же кнопками, как и спереди. Нажмите, и на них будет отражено, дует сейчас воздух или нет, смотря что вам надо. Также вент отверстия есть по бокам на стойках. Они направлены на задний ряд, и чтобы включить или выключить эти, нажмите на квадратную кнопку у их основания. В зависимости от ваших предпочтений, из них будет или не будет дуть воздух. И далее прекрасная фишка заднего ряда. Вот кое-что безумное. Центральный подлокотник. Опускайте его, и как видите, это довольно обычный подлокотник. Этот отсек для хранения открывается, ничего особо странного. Но если нажать на переднюю часть подлокотника, она совсем немного приоткроется. И это держатель для ручек. Можно хранить там ручки. На случай, если вдруг она вам понадобится, она будет там, спрятана в ожидании вас. Если нажать на эту часть подлокотника еще раз, она выдвинется еще дальше, явив подстаканники. Это двухступенчатая панель. Можете нажать один раз, чтобы подписать какие-то документы, и второй раз, чтобы поставить туда напитки. Довольно круто. Никогда раньше не видел держатель ручки в центральном подлокотнике. И далее еще один приятный штрих сзади ситуация с разъемами. Здесь три отдельных разъема под этой небольшой панелью. Здесь сзади центральной консоли. Открываете, как видите, там два разъема USB-C и одна домашняя розетка. Туда можно подключить ноутбук или, может, блендер, если вдруг вы собирались приготовить на заднем ряду смузи. И далее мы переходим к багажнику нового S-класса. Он открывается автоматически, и он довольно просторный, как вы и могли подумать. В нем довольно много места для полноразмерного люксового седана. Там уместится много сумок для гольфа или что вы туда будете класть. Также под полом есть дополнительный отсек. Потяните за эту ручку и можете хранить там еще больше всякого. Если не хотите держать это в обычном багажнике, вам нужно место поприватнее. Оно находится здесь. И далее также в багажнике. Сзади есть разъем в виде прикуривателя. На случай, если вы будете тусоваться у багажника, и вам понадобится зарядить какое-нибудь устройство. Еще одна интересная вещь в багажнике. С внутренней стороны крышки багажника есть небольшой держатель для зонтика. На этой пластиковой штуке изображен зонтик. Потяните вниз, и там можно разместить свой зонт. Тут для него есть специальное место. Но в любом случае, давайте секундочку поговорим о светотехнике, потому что в новом S-классе она довольно интересна. Особенно сзади. Если смотреть на нее, пока машина заглушена, то, как видите, все будет красное, ровно как и когда машина заведена. Только вот если включить поворотник, то он загорится оранжевым. Такой вот небольшой сюрприз с поворотником. Как видите, он состоит из множества маленьких светодиодов, очень характерная форма задних фонарей и хорошо заметный поворотник. Интересно, что стоп-сигналы на самом деле значительно меньше поворотников. Вот они в форме буквы V в нижней части. И это все. Поворотники находятся выше, и они намного крупнее. Чтобы всем было ясно, что вы поворачиваете, в этой машине довольно интересный дизайн задней светотехники. И далее еще одна интересная фишка снаружи нового S-класса – посадка внутрь. У этой машины совершенно новый ключ. Не такой, как в прошлых моделях Mercedes-Benz. Это важное событие, потому что Mercedes не меняли дизайн ключа уже очень долгое время. Но теперь его изменили. Как видите, ключ довольно простой, ничего особо необычного, не считая того, что для закрытия машины надо нажать на логотип Mercedes-Benz, который также работает и как кнопка открытия. Довольно круто. Еще одна интересная фишка снаружи в плане посадки внутрь и открытия дверей. Дверные ручки, как видите, сейчас они вровень с кузовом, и это потому, что машина заперта. Если вам нужно попасть в машину, нажмите кнопку «Отпереть» на брелоке, и дверные ручки выскочат наружу, явив эту надпись Mercedes-Benz, которая на них есть, для того, чтобы вы точно знали, в какую машину садитесь. Естественно, можете просто подойти и коснуться дверной ручки, держа брелок в кармане, дверь отопрется, а ручка выдвинется наружу. Интересная вещь в этих ручках в том, что для открытия двери вы не просто за них тянете, это электронные двери, и для открытия надо потянуть за ручку совсем слегка. Тогда дверь откроется, и вы сможете распахнуть ее до конца. Нет нужды тянуть за нее сильнее, можете лишь немного коснуться, дверь откроется при помощи электроники, и тогда вы сможете открыть ее полностью. И далее, раз уж я снаружи этой машины, давайте поговорим про стайлинг, и скажу, что мне он нравится, но он немного скучноват. Эта прекрасная машина ни разу не уродливая, она красивая и высококлассная, но скорее похожа на небольшую эволюцию прошлой модели, чем на полностью новый дизайн с чистого листа. В прошлых моделях S-класс подвергался полному редизайну, и он как бы задавал направление всем остальным моделям Mercedes-Benz. А это такая небольшая эволюция, и чтобы просто отличить его от прошлого поколения, придется посмотреть повнимательнее. С прошлыми моделями S-класса было не так, они были очень очевидно характерно новыми, в сравнении с теми, что были до. Конечно, немного жалко, что это так, но он все равно приятный на вид. Разве что, может, недостаточно смелый или агрессивный. Вероятно, главная жалоба на стайлинг, что у меня есть, это светотехника. По-моему, для такой машины она довольно маленькая, как будто бы это А-класс. Если смотреть сзади и даже спереди, фары смотрятся недостаточно большими для S-класса, и из-за этого он скорее похож на более крупную версию других седанов Mercedes, чем на флагманскую модель с чувством такта. Все благодаря такой светотехнике спереди и сзади. И далее мы перемещаемся под капот нового S580. Как я уже сказал, сейчас доступны лишь две версии, и несколько еще на подходе. Базовая модель называется S500. В ней шестицилиндровый двигатель мощностью 430 лошадиных сил. Он турбированный и компрессорный, что не так часто встречается, но в S500 именно так. Либо же вы можете подняться до более желанной версии этой машины S580 V8 Turbo, где-то с 500 лошадиными силами. Довольно большие показатели с 0 до 100 за 4,4 довольно быстро, даже хоть его сути не в скорости, а в роскоши. Несомненно, на подходе еще большей модели S-класса версия AMG, плагин гибрид, но сейчас их линейка ограничена двумя этими двигателями, поскольку эта машина только поступила в продажу. В любом случае, еще одна замечательная фишка снаружи нового S-класса – подруливание задней оси. С каждым новым поколением S-класс становится все крупнее, из-за чего в них труднее маневрировать в тесных пространствах. И в этом поколении Mercedes добавили подруливание задних колес, чтобы уменьшить радиус разворота машины. Конкретно в этой модели этого нет, но, как вы можете наблюдать в этом видео, работает это довольно-таки хорошо. И по словам Mercedes, это дает S-классу радиус разворота А-класса, их самого маленького седана. И это в их самом большом седане. Все благодаря подруливанию задней оси. Довольно крутая функция. Итак, это были фишки и особенности нового Mercedes-Benz S580 2021 года. Теперь пришло время выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Ни в коем случае не забудь кликнуть по ссылке из описания, чтобы перейти на второй и заценить актуальные российские цены на Mercedes-Benz S-класса. Ладно, виду новый S-класс. И скажу я вам, он превосходен. Прямо-таки фантастика. Как и ожидается, невероятно роскошный. Ну и в чем заключается эта роскошь? Во-первых, звукоизоляция. Здесь невероятно тихо, как и всегда было в S-классах. Я довольно часто езжу на самых новых люксовых машинах, как Bentley и прочее, и всегда можно было сказать, что S-класс немного позади. Но нет, в этой тачке настолько же тихо и роскошно, насколько и в Bentley или Rolls-Royce. В плане качества езды то же самое. Невероятно хорошо едет. Совершенно фантастически мягко. Ну, то есть, прямо-таки удивительно. Старый тоже таким был, только каким-то образом они делают его еще мягче и тише с каждым новым поколением. Здесь очень комфортно, все очень приятное сидение, приятные ощущения от вождения. Сидишь тут, смотришь вокруг, и материалы тоже очень хорошие. Ну, то есть, это чрезвычайно хорошо сделанный, прекрасно исполненный автомобиль. И это интересно, потому что, знаете ли, сегодня все, кому нужен электроседан, в основном выбирают Tesla. И если говорить про люксовые седаны, то это модель S. А если вам нужен хороший люксовый седан, ну, то есть, эта машина этим и славится. Если вам нужен лучший, то вот он. Он намного лучше, салон просто на голову выше Tesla. Лучший люксовый автомобиль. Очевидно, в Tesla есть характеристики, новый Plaid, и в Tesla хорошие технологии. Однако, я на самом деле думаю, что Mercedes-Benz догнали Tesla. Экраны фантастические, все очень хорошее. В этих моделях Mercedes-Benz также есть хорошие системы автономного вождения, и в этой машине есть то, чего нет в Tesla. Невероятное качество материалов и невероятное качество в остальном. Должен сказать, что даже побывав в новом Audi S8, этот просто на голову выше. Я имею в виду Mercedes-Benz. И вначале я сказал, что Mercedes-Benz задают стандарт люксовым седанам. И ох, это так. Ощущается именно так. Удивительная машина. Очевидно, также она невероятно дорогая, и за эту машину придется много заплатить. Ценник этого 125 тысяч. Начальная цена была что-то около 118 за S580, и это много денег. Но и машины тоже много. Это очень-очень изысканный автомобиль. И очевидно, в этом мире есть много людей, которые только S-классы и покупают. Это будет уже пятая или шестая, им нужна лучшая машина, но они не хотят такие марки, как Bentley. Вот оно. В плане характеристик должен сказать, что эта машина определенно не задумывалась спортивной. До сотни чуть дольше четырех, и это довольно круто. Но это только для того, чтобы соответствовать. Ну, знаете, если вы делаете люксовую машину, она должна быть мощной. Это как бы тоже часть этого. Управляется определенно не как спортивная машина ни разу. Он не исключительно быстрый, не лучший в поворотах. Езда явно больше настроена под комфорт, чем под спортивную управляемость или что-либо вроде этого. Не в этом его предназначение. Очевидно, что будут и модели AMG, в них будет больше характеристик, но сейчас их нет, и задумка S-класса в люксовости. Это одна из величайших люксовых машин. Прямо-таки отдых от окружающего мира. Полная релаксация. Нигде такого нет. Особенно за эти деньги. Седьмая серия и А8, они всегда были не настолько же высококачественными, как был S-класс. И вот я сижу здесь, недавно я водил и новую седьмую серию, и новую S8, и сразу ясно, что эта машина на другом уровне. Итак, это Mercedes-Benz S-класс 2021 года. Новый S-класс. Это превосходный автомобиль с фантастическими функциями, люксовым оснащением, технологиями, мягкой люксовой ездой, и он находится на самой вершине мира люксовых седанов. Если вам нужен лучший люксовый автомобиль, это S-класс. А теперь пришло время оценить этот S-класс по шкале Дага. Начиная с выходных категорий стайлинга, я думаю, что он в порядке определенный, не отличный, очень красивый, но слишком похож на такой растянутый А-класс, получает 6 из 10. Ускорение хорошее с 0 до 100, чуть дольше 4, получает 7 из 10. Управляемый среднее, он и не задумывался, спортивным, получает 5 из 10. То же самое с фактором веселья, получает 5 из 10. Наконец, фактор крутости. Сейчас новый S-класс, это довольно круто, потому что это новый S-класс, но, кроме того, он будет распространен, и поскольку это не дерзкий новый дизайн, он получает 5 из 10, доводя выходную оценку до 38 из 50. Далее, повседневные категории функций, он очень хорошо оснащен и получает 9 из 10. Я бы дал ему 10, будь в нем такие дополнительные функции, как навигационная проекция на лобовое и заднее подруливание. Это бесспорный лидер в технологических инновациях. Комфорт фантастический, получает 9 из 10, совсем малость не дотягивает до Бентли и Роллса. Качество также превосходное в легкую 9 из 10, он теряет очко из-за опасений насчет долгосрочной надежности Mercedes-Benz. Практичность нормальная для такой машины, получает 5 из 10. Наконец, стоимость этой машины очень хорошо оснащена и очень хорошая, но также она очень дорогая. И я немного расстроен тем, что самые хваленные функции нового S-класса – это дорогие опции. Получает 6 из 10, доводя повседневную оценку до 38 из 50. Складываемая оценка по шкале Daga – 66 из 100, что размещает его здесь, среди люксовых седанов соперников. Новый S-класс побеждает все незаряженные машины, как Lexus LS 7 серию и BMW, и чуть отстает от заряженных люксовых седанов вроде Panamera Turbo и BMW M760i. Сразу ясно, что AMG-версия S-класса будет в этом списке еще выше. Новый S-класс, как всегда, отличный. Он столкнется с жесткой конкуренцией от Tesla и внедорожников, но S580 остается тем, чем всегда и был – лучшим люксовым седаном, который, в отличие от Bentley и Rolls-Royce, стоит не 250 штук.